Я хочу поделиться хорошей мыслью, концепция благодати, не понимая этого, люди не понимают, когда они слышат, что они праведны во Христе, что они уже спасены. Они дальше не понимают, почему нужно вообще ходить в церковь, пытаться вообще что-то делать, если все уже сделано. У кого-то есть этот конфликт из тех, кто в зале? Да или нет? Зачем напрягаться? Зачем делать добрые дела? Зачем вообще что-то делать? Стараться. Если ты уже спасен. Дело в том, что церковная, религиозная идея, нужно все это делать. Ходить в церковь. Делать добрые дела. Стараться не грешить. Делать милостыния. Любить Бога и людей. И много чего. Чтобы ты не попал в ад. Чтобы ты не горел в аду. И чтобы ты получил жизнь вечную. И когда люди слышат. И когда люди слышат. Что мы получили уже эту праведность как дар Божий. Нет каких-либо дел вообще. Мы получили этот подарок от Господа. Мы уже праведны. Мы уже имеем жизнь вечную. Более того. Мы уже посажены на небесах. Мы не стремимся попасть на небо. Мы уже там. Когда люди такое слышат. У них происходит конфликт. Это правда. Более точно это скажу. Этот конфликт был у каждого из вас. И не пытайтесь мне говорить. Что этот конфликт не появлялся у вас. Я знаю об этом. И когда люди не понимают эту концепцию. Слыша о том. Что мы спасены и посажены на небесах. Они не понимают. А зачем тогда нужно ходить в церковь. Молиться Богу. Делать что-то доброе. Я свободный человек. Я не напрягаюсь. Вообще не напрягаюсь. Зачем мне напрягаться? Зачем вообще нужно ходить в церковь? Вся беда в том. Что люди не понимают. От чего мы спасены? Люди думают о спасении. От будущего какого-то ада. Где будут вечно гореть люди и мучиться. Но Писание предельно четко и ясно говорит. Что мы спасены от греха. Спасение от греха. Ты спасен от греха. Ты спасен от природы грешника. Ты больше не грешник. Поэтому ты создан во Христе Иисусе. На добрые дела. Если мы не понимаем эту концепцию. То люди, которые принимают как бы благодать. Они становятся очень пассивными. Им не важно. Да? Ну все. По-русски это по барабану, типа. Это не переводится. Да, это только русские могут понять, что это такое. Я хочу, чтобы мы прочитали один текст и мы порассуждаем в этой концепции. Ибо явилась благодать Божья, спасительная для всех человеков. Аминь. Для всех человеков. Благодать спасительная для всех человеков. Следующий стих. Это благодать научает нас, чтобы мы, отвергув нечестие и мирские похоти, целомудренно, здраво, со здравым смыслом, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке. Благодать пришла, чтобы мы праведно начали жить на земле. Мы не станем праведны, когда попадем на небеса. Мы две тысячи лет назад попали на небеса со Христом Иисусом уже там. А благодать явилась нам здесь на земле, чтобы здесь праведно люди начали жить. Благодать нам дана для этой жизни сейчас. Скажите, это понятно или нет? Люди думают, что благодать дана, чтобы ты попал на небеса. Благодать дана, чтобы небеса попали к нам. Мы ходим в церковь или делаем добрые дела. Не для того, чтобы спасись. А потому что спасены. Потому что спасены. Следующий стих. Ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога, Спасителя нашего Иисуса Христа. Как это произойдет? Когда все люди начнут праведно жить, откроется слава Божья. Люди будут ходить в славе. Это мечта Бога. Чтобы здесь и сейчас мы жили праведно по воле Божьей. Для этого дана благодать. Некоторые думают с мышлением грешника, с религиозным мышлением. Вообще люди не виноваты. Я вообще не осуждаю людей. И осуждаю только религию. Даже тех людей, которые называли сегодня вот этих пасторов. И во всем интернете их осуждают сейчас. За то, что они делали такие грязные дела. Я не осуждаю этих людей. Я осуждаю то учение, которое им навязали. Это учение привело их к тому. Они называют их волками просто. А на самом деле есть религия, которая делает волков. Религия, которая учит о собаках, а не о Христе. Спросите, знает ли он о том, что в нем Христос. Что он умер для грехов. И все умерли для грехов. Таким образом, они бы никогда бы не вызывали людей в тайную комнату на исповедь грехов. Если бы они это поняли. Вы умерли для грехов. Христос уничтожил ваши грехи. О чем речь? Расскажите человеку, что он праведник. И праведный начинает жить праведно. А если вы рассказываете, что он грешник, и он выискивает во всех грехи, а потом слушает, как люди грешат, и сам в это превращается. Проблема не в людях. Нет плохих людей. Есть плохое учение. Есть плохое учение. Один человек однажды подошел ко мне, и он сказал мне, в вашей церкви разведенных людей вы принимаете, и вы их не осуждаете. И вы их не осуждаете. Я спросил его. И я спросил его. Они развелись в нашей церкви или в вашей? Это мы пытаемся поднять разведенных, побитых людей, которых вы побили. Ваше учение их побил. А благодать это сила Божья, которая поднимает людей. Когда проповедовал Иисус, Он сказал, что Он пришел для вот таких людей. для больных, для тех, которых побила религия. И Он именно таких людей поднял. Аминь. Когда я учил послание римлянам в одной церкви, где-то на пятой главе уже, одна женщина сказала, так не может быть, что мы умерли для греха. Вернее, это уже в шестой главе. Мы же видим, что люди не умерли для греха. Мы же видим, что люди грешат. Поэтому это красиво вы говорите. Я взял Библию и просто показываю, что это не я говорю, это Павел написал. Я знаю, что я для вас не авторитет. Слава Богу, что сегодня в христианстве Павел авторитет. Она тогда сказала, ну, значит, Павел красиво все написал. А так не может быть. Я ей сказал, у вас люди грешат, потому что у вас теория сначала такая. А потом и по практике так. Если вы поменяете теорию, то есть учение, то вы увидите другой результат. Вы видите результат из-за теории. и вы не можете принять это учение, потому что у вас другая практика. Это понятно? Сначала учение, а потом результат. Поэтому то, что вы видите как результат, это результат учения. Это результат учения. Аминь. Нужно поменять учение и поменяется результат. Аминь. Мышление. Как думает человек, так и живет. А мышление меняется из-за учения. Информация меняет мышление. Аминь. Мы не дочитали какой-то стих еще? Какой-то стих не дочитали. 14 стих. 14-й, 15-й стих. 2-й главы. Итак, мы ожидаем явления Господа Иисуса и Его славы, который дал себя за нас. и чтобы мы просто так жили своей жизнью. У нас не было своей жизни. Мы были мертвы. Жизни-то не было. Когда пришел Иисус, Он забрал нашу греховность, нашу смерть. Умер. И когда Он воскрес, подарил нам жизнь. Если бы 2000 лет назад Иисус Христос не умер бы и не воскрес, то человечество было бы уничтожено уже. Это был крах всего. Когда умножилось беззаконие, это именно тогда умножилось беззаконие. Вот именно в тот момент начало преизобиловать благодать. Если бы благодать не пришла, не было бы уже этой планеты. Не было бы человечества. Ладно, я думаю, что не все так думают, поэтому идем дальше. Верните еще раз стих, который дал себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам. добрые дела это следствие благодати. Это не для благодати, а потому, что принял благодать. Аминь. Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости, баню возрождения, сложное слово, сочетание, и обновление Святым Духом. Следующий стих. излил на нас обильно, много, через Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию на эту благодать сделались наследниками вечной жизни. Все понятно. Дальше Слово это верно. Мы Его благодатью оправдались. Мы стали праведными Его праведностью. Мы сделались наследниками вечной Аминь. Это верное Слово. Что нужно делать дальше? Это Слово верно. И я желаю, чтобы ты подтверждал об этом. Если вы еще раз придете в эту церковь, кто еще намеревается прийти еще раз? То вы снова будете слышать об этом, что мы праведны в нем. Мы добрые люди. Мы новые творения. Мы самые лучшие. Лучше нас нету. Сереге нравится. Лучше нету нас. Мы самая лучшая церковь. мы не превозносим себя. Это Бог превознес. Во Христе Иисусе Он превознес людей. Он поднял человечество. Проповедуй это. Дабы те, кто уверовали, пришли в церковь, старались быть прилежными к добрым делам. Именно это хорошо и полезно вам. Вы даже представляете, когда добрый человек делает добрые дела. Как это круто и полезно для тебя. Это полезно. Делай добрые дела. Когда можешь, делай добрые. Для этого ты ходишь в церковь. Для этого ты здесь. Один человек рассказывал, как он принял решение каждый день делать как минимум одно доброе дело. У него была клиника и он искал внутри подсказку когда приходили пациенты кому из них он может сделать бесплатно он лечил зубы. Каждый день он одному человеку просто из всех клиентов пациентов он лечил зубы бесплатно. Это не столько было полезно этим людям. Конечно, люди довольны. это настолько стало полезно для него потому что каждый день какой-то человек рассказывает об этом докторе. Каждый день кто-то молится об этом докторе и просто благословляет его. Когда вы просто забрали деньги у людей, они уже вас благословили деньгами. Они заплатили. А когда вы сделали доброе дело, которое человек не заслуживал возможно, и вы не обязаны это делать, это настолько полезно для вас. Представьте нас 200 человек. Каждый из нас каждый день делает какое-то доброе дело. Что-нибудь через год это не 200 человек, а 200 тысяч человек. Потому что это сообщество добрых людей, как магнит приманивает людей. Это полезно для вас. Мы созданы на добрые дела. Люди, не понимая благодать, они говорят, что у них благодать может делать все, что угодно. все, что угодно. Добрые дела. Именно это угодно Спасителю нашим. Вот угодно. Есть добрые люди? Добрые люди есть? У нас есть такая группа на Вайбере называется Добрые Люди. Я смотрю, там все меньше активности этих добрых людей. Я понимаю причину. Нужно об этом им говорить. Слово это верно, я желаю, чтобы ты об этом подтверждал. Чтобы верующие в Бога были прилежны к добрым делам. Эта группа добрых людей у нас на Вайбере. Каждый месяц собирают деньги, жертву деньги, для того, чтобы мы закрывали кредит, который мы взяли для аппаратуры для этого здания. То, что вы видите, то, что вы слышите, это группа добрых людей. Круто. Это школа. То, что здесь происходит, это вы. то, что люди прилетают с Германии, это вы. Это группа добрых людей. Потому что если мы не будем об этом говорить, и мы не сделаем это возможным донести, то люди будут жить в страхе, люди будут жить в осуждении, желать смерти. хотят, чтобы мы жили праведно, свято. Это полезно. Мы для этого создали. Скажите, понятно ли концепция благодати? Для чего явилась благодать? Почему мы проповедуем благодать? Ты не можешь ничего сделать, чтобы стать праведным. Бог тебя сделал праведным. Но это не значит, что ты должен сейчас что-то делать, чтобы доказать эту праведность. Праведность не нужно доказывать. Просто живи правильно. Просто живи правильно. Если ты убедишься в том, что ты праведник, праведник поступает праведно. Грешник продолжает грешить, а праведник делает правду. Аминь! Круто! Я благословляю вас. Размышляйте об этом. Я стал праведным человеком. Я имею жизнь вечную. И я призван, чтобы на этой земле являть его царство, его славу. Мои дети, мои внуки, они будут являть эту славу. мы не ждем Антихриста. Это правда. Мы не ждем его. Мы ждем явления славы Божьей. Потому что Бог хочет, чтобы все люди спаслись. От чего? От греха. Как они спасутся? Что должно произойти? Проповедь Евангелия спасет человека от греха. И если человек спасен от греха, он живет в свободе. Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания Истерия. А это знаете, когда произойдет? Когда жизнь будет тихая, безмятежная во всяком устройстве и в чистоте. Живите, чтобы было устройство. Живите, чтобы была чистота. Потому что это способствует познать Бога. Грязь, хаос и все остальное это не позволяет познать Бога. Бога можно узнать в чистоте, в устройстве, в порядке. Честные люди представляют Бога на самом деле. Добрые люди для этого явилась благодать. Люди, которые не понимают это, понимают это. Потому что спасение это от какого-то будущего ада заставляет людей жить в страхе на самом деле. Они не спасены от греха. Они всегда грешники. Они не знают, что такое спасение от греха. ощущение спасения от греха происходит тогда, когда уходит чувство вины. Как только ты перестал испытывать чувство вины и осуждения, ты получил спасение от греха. Человек, который не испытывает чувство вины, и осуждения, и потому что он себе внушил. Невозможно это себе внушить. Это сила Евангелия, которая освобождает тебя от осуждения. Человек, который получил эту свободу, он начинает жить правильно. Жить в радости. Жить в свободе. Он живет праведно, не потому что боится Бога. Он живет праведно, потому что влюбился в праведного Бога. Любовь Божья влюбляет тебя. У нас это времени, чтобы зацеплять Ветхий Завет. Но я думаю, что возможно в следующее воскресенье, я об этом скажу больше. Я всю неделю размышляю над заповедями Моисея. Одна из них не произноси имя Господа Бога напрасно. И бойся Господа. Если тебе дали заповедь, чтобы ты не произносил имя Бога, суе, напрасно. Типа по пустякам. Или просто так. А когда так? А когда правильно произнести имя Бога? Знаете, что в Ветхом Завете они правильно поняли, что нельзя просто так произносить имя Бога? Во времена Второго Крама уже священники перестали произносить имя Бога вообще. И просто заменили его другим словом. Вот это Ветхозаветняя идея про Бога и про страх Божий. она привела к тому, что люди вроде и читают Новый Завет, вроде бы и понимают благодать в Христе, но соединяя Ветхое и Новое, как сказал Иисус, что невозможно соединить Ветхое и Новое, и то, и то пропадет. Либо в Ветхом Завете, либо в Новом. когда ты слышишь, что Иисус говорит, молите же так, Отче наш сущий на небесах. Это совершенно по-другому. Или не произнеси имя Господа Бога твоего всуя. Бойся Господа. Понимаете разницу? Я только начал говорить бойся Господа и вы все перепуганы. Как ощущение, как настроение. Лучше бы ты это не трогал, правда же? Явилась благодать Божия спасительная для всех людей. Бог любит нас. Когда ты знаешь, что Бог любит тебя, любовь изгоняет всякий страх. И да не вмениться мне от вас в грех и в преступление, я скажу это. Любовь изгоняет всякий страх, включая страх Господень. Страх Господень не от Бога Отца. В страхе мучения в любви нету страха. Бог есть любовь, а не страх. Бог не может пугать тебя, потому что если Бог тебя пугает, и ты слышишь, что ты должен Его бояться, и не дай Бог, как говорится, ты произнесешь имя Его напрасно, Он не оставит тебя без наказания. Откуда я знаю, когда напрасно, а когда не напрасно? Лучше я буду вообще молчать. Если вы кого-то боитесь, вы не хотите с ним встречаться. Если вы кого-то боитесь, вы будете убегать от него, а если вы кого-то любите, вы будете назначать свидание. Любовь и страх несовместимы. Концепция Ветхого Завета и Евангелие несовместимы. Поэтому мы веруем в Евангелие Иисуса Христа, притом только в Евангелии. Вообще только в Евангелии. Мы верим в благодать Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа. Благодать и мир вам доумножится. Добрые люди, такими создал вас Господь. Моя задача сегодня для вас и для себя говорить об этом, напоминать об этом, потому что это полезно для вас и для меня. Пересмотреть список дел и делать добрые дела. Добрые дела могут делать только добрые люди. Я благословляю вас. Пусть на этой неделе у вас будет как минимум одно доброе дело каждый день. Аминь. Это мотивация сделать что-то доброе. Это мотивация что-нибудь доброе сделать. Когда ты будешь делать доброе, ты привыкнешь к этому. А потом ты вдруг осознаешь, я же добрый человек, поэтому я делаю доброе. Сначала нужно себя как-то поднатренировать, потому что нас всю жизнь убеждали, что мы грешники. что мы не способны ни на что. Докажите обратное через веру в Господа Иисуса Христа. Благословляю вас. Я люблю вас. Добрых людей. Нету злых людей. Есть только в твоей голове злые люди. И когда ты увидишь Господа, через Господа посмотришь на людей, все люди добрые. Можешь повернуться к кому-то рядом сидящему, просто поздороваться, обнять доброго человека. Они добрые. Это добрые люди. Самые добрые. В этой церкви самые добрые люди. Аминь. Те, кто смотрели нас в интернете, вы самые добрые. Делайте добрые дела. Прославиться Отец Небесный. Вам это полезно. Настолько полезно, что вы даже представляете. это благодать Господа делает это через нас. Давайте возадим такую хорошую, достойную славу нашему Господу. Спасибо тебе, Господь, за Твою благодать, которую имеется. ГОЛЬ 113s. ГОЛЬ118s. ГОЛЬЕЛЬ1s. ГОЛЬ1s. ГОЛЬ111s. ГОЛЬ11s. ГОЛЬ1s. Субтитры создавал DimaTorzok